Сейчас в нашей компании трудится более 30 человек. Мы реализовали за это время более 50 проектов. У нас сейчас работают три цифровых искусственных сервисов на основе искусственного интеллекта. И три года назад я бы не поверил, что я буду руководить такой компанией. Но в России это возможно, и молодым дают дорогу, и это так. Я, кстати, не зря сказал про искусственный интеллект, но нам действительно сейчас помогает, и он никак не отбирает задачи и работу наших специалистов. С помощью него наши ребята могут больше времени уделять каким-то классным задачам, не заниматься рутиной, и искусственный интеллект им помогает вдохновляться. И вот, например, в нашем проекте для национальной киберфизической платформы Берлога, это платформа, на которой будут игры, которая будет обучать детей программирование, искусственный интеллект очень хорошо помогает нашим специалистам. И мне кажется, все страшилки про то, что искусственный интеллект заменит нас, это все такие страшные байки. Нам нужно поддерживать искусственный интеллект. И я вот знаю, что у Германа Оскаровича в компании Сбер проводится Сбер AI Journey, и также на платформе есть цифровой прорыв искусственный интеллект. И кажется, было бы интересно попробовать объединить эти два мероприятия, провести международный трек совместно. Это позволит объединить теоретиков, которые есть в Сбер AI Journey, и практиков, которые есть в цифровом прорыве. Так что я думаю, что это такое мое небольшое предложение. Герман Иванович, искусственный интеллект вас заменит на посту председателя Сбера? Владимир Владимирович, надеюсь, не при моей жизни, но все к этому идет. Вы видите, с такими людьми прогресс невозможен. Все будет теперь тормозить. Идея интересная, мы отработаем. На самом деле здесь важно действительно объединять усилия. Я думаю, что мы вместе можем больше сделать. Спасибо большое за идею. Мы недавно проводили мероприятие. Действительно, Сбер проводит большую работу. Уже давно, уже на протяжении многих лет. Сколько? Уже лет пять, наверное, как минимум. Пять лет проводим AI Journey. Они вообще уже примерно 12-13 лет, мы очень много инвестируем. Да, да. И инвестировали немало. Можно назвать эту цифру? Скажите. Каждый год мы инвестируем примерно сумму, равную миллиарду долларов, в технологии искусственного интеллекта. И примерно получаем обратно от искусственного интеллекта в год примерно 3 миллиарда долларов. Масштаб серьёзный. Поэтому все усилия, которые направлены на достижение конкретных целей по этому направлению, они, конечно, должны быть поддержаны. И уверен, что Германовский ещё же поддержит. Спасибо большое. За этим будущее. Мы прекрасно отдаём себе в этом отчёт. За этим абсолютное будущее. Это по степени важности для страны, для любой страны, не менее значимо, чем в своё время атомный или ракетный проект Советского Союза, который в середине 40-х и 50-х годов осуществлялся. Так что, Герман Иванович, обратите внимание, пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!